Добрый день! Меня зовут дворник Иван, я управляющий партнер фонда TechVentures и также президент ассоциации, которая называется AMBAR, Американская ассоциация русскоговорящих профессионалов в силиконовой долине. И давайте я немножко вам расскажу о себе, о нашем фонде и о нашей ассоциации, прежде чем мы перейдем к вопросам предпринимательства и как поднимаются деньги в долине и какие основные ошибки предпринимателей при поднятии денег, когда предприниматель приходит к инвестору и рассказывает ему свою замечательную историю. Итак, TechVentures. Мы классический ангельский фонд, то есть мы так называемые суперангелы, инвестируем исключительно в Кремниевые долины или в США, но не за пределами. И размер инвестиций наших составляет от 50 до 150 тысяч долларов в одну компанию. Инвестируем мы в компании на самой ранней стадии и общий объем инвестиций на данном уровне должен быть не более миллиона долларов. Мы инвестируем в компании, которые видят себя как глобальные корпорации, которые планируют расти и развиваться. Как я вот слышала вчера, это слово называется масштабируемые. Нас не интересуют нишевые технологии, нас не интересуют маленькие стартапы, нас интересуют компании, которые, так сказать, либо они умрут, либо они станут гигантами. Также нам не интересны копикеты, нам интересны компании, которые могут изменить мир. Предприниматели, которые хотят привнести что-то новое в этот мир, соответственно, это должны быть инновационные стартапы. Команда, как правило, это 2-3 человека, ну плюс там 1-2-3 разработчика. Вот портфель наших инвестиций. Наш фонд довольно молодой, немного более года, но до этого много лет мы инвестировали личные деньги. Все партнеры были индивидуальными ангелами, поэтому вы здесь видите такие компании, как Wikimart и Ok2Go. Это российские компании, но вот сейчас мы уже переключились на то, что это только фокус только на Америку. Что же такое Амбар? Амбар – это общественная организация, которая существует уже более 10 лет. И вот вы видите на фотографии Сергея Брин, еще очень молодой, в 2004 году, когда он выступал на одном из наших заседаний. И внизу вы видите как раз в Стэнфордской бизнес-школе проходило это мероприятие. Основная идея – это объединить вокруг себя русскоговорящих предпринимателей, инвесторов и всех, кто занимается в индустрии высоких технологий. Почему? Потому что Кремниевая долина большая, очень много русских, есть желание общаться, есть желание создавать совместные бизнесы. Очень много ребят русскоговорящих, когда я говорю русскоговорящие, я имею в виду из России, с Украины, с Украины, кстати, мы очень много работаем, приезжают в долину, и тут им нужна помощь, им нужны контакты, им нужно рассказать, как ведется работа в долине, с кем общаться, как общаться. И вот, собственно, мы помогаем войти в долину. Вот еще наше мероприятие, то есть что такое амбар, да, платформа для профессионального общения и связь со странами СНГ. Вот мы помогаем находить инвесторов, вот так хочу показать фотографии, чтобы вы немножко развлеклись. Три года назад, в 2010 году, что мы сделали, мы собрали 20 партнеров из крупнейших фондов, венчурных фондов Кремниевой долины и привезли их в Россию на встречу с президентом и с бизнес-сообществом России. И если вы посмотрите на эту фотографию, то, не считая господина Медведева, все вот эти люди, небольшая такая компания, они управляют порядка 60 миллиардами долларов. Они приехали, им очень понравилось, они увидели, что, в частности, в России бизнес делать можно, и в результате этого было создано несколько совместных фондов, Пошел поток денег, инвестиций в Россию, российские фонды компании стали приезжать в долину, открывать там свои офисы, становились limited partners американских фондов. И, в общем, вот за три года мы наблюдаем такое большое увеличение активности в этой индустрии. Ну вот небольшие фотографии, вам опять же полюбоваться, я больше чем уверена, что многих здесь вы знаете. Но теперь давайте вернемся к вопросу о том, что же вообще важно в жизни предпринимателя. И самый большой секрет, это, в принципе, что нет никакого секрета, и что если вы хотите делать бизнес, создавать компанию, то, по сути, нужно просто очень много работать. И сказать честно, я здесь, вот меня попросили выступить и рассказать об ошибках, но прежде всего, что я бы хотела вам сказать, это, что если вы можете не быть предпринимателем, то лучше им не быть, потому что это безумный стресс, это бессонные ночи, это много чего такого, что вообще нормальным людям не нужно испытывать. То есть им можно ходить на работу с 9 до 5, получать удовольствие, приходить домой, не знаю, там, общаться с детьми. Когда вы становитесь предпринимателем, это означает, что вы, по сути, отдаёте всю свою жизнь вот этой компании. У меня очень хорошие друзья, вот там муж с женой, у них двое детей. Так вот жена рассказывает, что её муж, он просто ночевал под столом. Вот так вот по-простому. То есть он просто вот, там, пока они не продали компанию за 100 миллионов долларов, он практически не появлялся дома. То есть он просто ходил зелёного цвета. Но в результате они её продали и очень успешно. Я вот тут ещё написала книжку, если вы ещё не успели прочитать. Есть такой Малком Гладуэлл, и книга называется Outlier, это Story of Success. По-русски это, по-моему, называется просто «Как стать успешным предпринимателем». На интернете можно найти легко эту книжку. Я очень советую вам её прочитать. В основном, что он пишет, он пишет о том, что, конечно, успех – это составляющая из многих разных мелких вещей. И в частности, там это и удача, и встреча правильных людей, и то, откуда ты вышел, как ты вырос, какой университет ты закончил, в какую-то школу ходил. Но, в принципе, по большому счёту, что он пишет, что человек для того, чтобы добиться по-настоящему успеха, и это не важно, ты предприниматель в технологиях, или ты музыкант, или ты хоккеист, но в целом успех – это означает очень-очень много работы. По сути, вот он подсчитал это, получается, порядка 10 тысяч часов, а 10 тысяч часов – это 10 лет. Для того, чтобы стать экспертом в том, что ты делаешь, по сути, нужно потратить 10 лет. А если тебе нужно построить компанию и продать её за 5 лет, то посчитайте, сколько вы должны работать. Давайте поговорим немножко о том, как работать с инвестором, как вызвать интерес у инвестора. Несколько лет назад мы с мужем жили в Лондоне год, и нашему ребёнку был тоже год, и мы приехали, и нам нужно было найти няню, так по-простому. И я даже подумать не могла, но я получила порядка 300 телефонных звонков, или даже больше. То есть я потом сбилась уже со счёта, и первые 5-10 ты с человеком разговариваешь, ты пытаешься что-то у него узнать, но потом со временем ты понимаешь, что в какой-то момент, когда раздавался звонок, мне достаточно было услышать 2-3 слов, чтобы понять вообще, я хочу с этим человеком продолжать разговаривать или нет. И почему я рассказываю эту бытовую историю, не потому что там, чтобы поделиться своей личной жизнью, но потому что, собственно, в жизни всё очень просто. Я, нанимая няню, да, у меня уже появился некий опыт общения с нянями, я никогда с ними раньше не общалась. Но через какое-то там время я уже поняла, что мне нужно, и я поняла, кто мне не нужен. То же самое происходит у инвесторов, просто на другом уровне. Они в день видят десятки компаний, и, соответственно, когда они встречаются с вами, практически они на вас смотрят, и максимум, что им нужно, это чтобы вы сказали первые 2 предложения. Дальше они уже знают, хотят они с вами продолжать общение или нет. Поэтому очень важно подготовиться и прийти и разговаривать с инвестором таким образом, чтобы вызвать у него интерес, и чтобы ваши первые 2 предложения были там, вы не мямлили, да, а чтобы вы продумали чётко, что вы хотите сказать, чтобы вы могли вызвать у человека, который слышал от таких, как вы, миллион, чтобы вы привлекли его внимание. Второе, что мне кажется очень важно, это поставьте себя на место инвестора. То есть человек, который работает в фонде, он поднял деньги у других инвесторов, и ему нужно заработать на том, что он инвестирует в вас и тратит своё время с вами. Я всегда советую компаниям идти поговорить со своими близкими, со своими друзьями, прежде чем идти к инвестору, попробовать им показать и доказать, насколько действительно ваша идея имеет смысл и насколько вы её можете продать. А вот в Долине есть такое понятие investment by friends, family and fools, то есть друзья, семья и дураки. Что это означает? Это означает, что прежде чем вы приходите к инвестору, ваша семья или ваши друзья дают вам какие-то деньги. Это обычно небольшие деньги, но тем не менее, когда вы приходите к инвестору и говорите, что вот моя семья и мои друзья, они мне уже что-то дали, они в меня верят, это очень важно. Я расскажу, почему, например, мы инвестировали в Вики Март. Основные были, ну много было причин, но две основные причины. Причина номер раз – это то, что ребята, основатели Вики Марта, один из них продал свою квартиру для того, чтобы инвестировать эти деньги в компанию. У второго был свой бизнес, и в сейс доход от этого бизнеса он также инвестировал в эту компанию. То есть для нас это было четкое понимание того, что эти люди абсолютно точно хотят заниматься этой компанией, они ей живут, они верят в то, что она будет успешной. Второе, что они сделали, они прошлись по своим друзьям, они тогда как раз учились в Стэнфордской бизнес-школе, и что они сделали, они написали имейл по всем студентам, с которыми они учились, и рассказали о том, что вот мы предприниматели, мы вот начали, мы познакомились в Стэнфорде, у нас такая идея, вот поддержите нас. И вы не поверите, что большое количество их сокурсников в них проинвестировало. То есть опять же, это очень хороший показатель для инвесторов, что они делают что-то, что кому-то нужно, что-то, что на самом деле интересно, и то, во что люди верят. Еще один пункт, это что инвесторы очень любят слышать о компаниях от кого-то. То есть если даже вы подходите к инвестору на конференции, постарайтесь подумать и сделать свою домашнюю работу, и понять, кого он знает, и кого вы знаете, кто бы мог о вас хорошо сказать. То есть вы поговорили с инвестором, сказали, я такой-то, у меня такая-то компания, а вот, кстати, вы можете поговорить с Васей Песей, еще кем-то, они меня очень хорошо знают, они вам меня могут порекомендовать. Лучше, конечно, если этот Вася или Петя вас порекомендует, но тем не менее, если вдруг произошла такая встреча, то вот очень хорошо сослаться еще на кого-то, кто вас знает. Опять же, всегда делайте свою домашнюю работу. Когда вы приходите к инвестору, вы должны четко понимать, что это за инвестор, чем он занимается. Потому что все инвесторы, фонды, у них свой фокус, каждый занимается своей темой, каждый инвестирует в свой узкий сектор. И поэтому, если вы приходите к человеку, который не занимается IT, а вы ему рассказываете про зеленые технологии, например, то это, конечно, уже сразу очевидно, что вы не в теме. Так что попытайтесь узнать заранее о том, к кому вы идете, какой стиль у этого человека, кого вы знаете, он знает. Очень важный вопрос. Это вот я тут три раза написала. Репутация, репутация, репутация. У меня такая была веселая история. Есть такой предприниматель Майк Кассиди в долине. Его называют стартап-король, стартап-кинь. Он сделал четыре стартапа один за другим. И последний он создал за 500 дней и продал за 500 миллионов долларов. То есть посчитайте. И сейчас он работает в Google. И я его там пригласила на какое-то мероприятие. Он говорит, да, я очень хочу прийти, но вот у меня конфликт в расписании. Я там не уверен, смогу ли я прийти. Я очень хочу, но я тебе вот сообщу. Я говорю, слушай, ну какие проблемы, давай я тебя поставлю на сайт. Мы обычно ставим всегда выступающих, кто уже подтвердил. Но я, мы напишем, что там ты еще не подтвержден. Что здесь такого? Правда, ничего особенного. На что он мне пишет, боже, сохрани. Так это все будут думать, что я такой обманщик, что я вот соглашаюсь, а потом не прихожу. Я думаю, как вообще? Ему даже в голову такая мысль пришла. То есть это люди, которые страшно заботятся о своей репутации. Это люди, которые, если они дают слово, они должны его выполнить. Это люди, которые, как это у нас принято, не кидают. Почему? Потому что когда вы приходите к инвестору, я смотрю, могу ли я с вами, так сказать, жить. То есть это тот же самый брак. Это то же самое замужество. То есть можешь ли ты с этим человеком жить, существовать, общаться. Это, в принципе, общение, которое будет происходить в течение нескольких лет. Это, как правило, не только там хорошие, добрые моменты, но это, в общем-то, в основном это падение. Потому что любой стартап, все сначала идет очень хорошо, но потом наступает момент, когда все начинает идти плохо. И вот в этот момент как бы все проверяются. Поэтому, когда ты смотришь на предпринимателя, я смотрю или другой инвестор смотрит на предпринимателя, он думает, а вообще, что произойдет, когда будет плохо. Как раз вот Ксения Ёлкина тут задавала вопрос, что как же так вот предприниматель взял у одного инвестора, профукал деньги, у другого инвестора профукал деньги, его к третьему пришел, и что же дальше? Дело в том, что нет проблемы, если вы прогорели. Нет проблемы, если у вас не получилась компания. И тот же самый всем известный Макс Левчин, это был его пятый стартап PayPal. До этого четыре полностью провалились. И даже PayPal, это был стартап, который начинался совсем по другой теме, и у них был там серьезный пивот и так далее. Стив Бланк, я думаю, что вы все про него слышали, он сейчас пишет книги, читает лекции, но компанию, которую он продал за 8 миллиардов долларов, это была уже там номер 7 или 8 компания. До этого он проел 50 миллионов долларов инвесторов. Но тем не менее, инвесторы в него верили, они давали ему деньги снова и снова. Вопрос, почему? Ответ очень простой. Это, наверное, очень тяжело воплотить, но в реальности ответ очень простой. Если вы проваливаете свою компанию, сделайте это так, чтобы инвестор захотел в вас инвестировать. Потому что компания может провалиться по многим причинам, абсолютно независимым от предпринимателя. Это жизнь, это бизнес, существует конкуренция, существуют другие большие компании, которые могут прийти вас задавить, они могут подать на вас в суд, и у вас не будет достаточно денег. То есть может произойти много всего. Но очень важно, чтобы инвестор знал, и это реально так было, что то, что произошло, это не потому, что вы деньги профукали, а потому что так сложилась общая ситуация. Вы знаете, инвесторы часто рассказывают, что для них важно, когда они смотрят на компанию, и это и рынок, и продукт, и размер рынка, то есть много всего. Если мы говорим про стартапы на ранней стадии, то я скажу, что самое главное – это команда. Ничего не может быть важнее в данном случае. Естественно, все другие вопросы учитываются, но основной, самый главный – это команда. Когда ты встречаешься с предпринимателем, ты на самом деле смотришь на очень многое, где он родился, где он вырос, что он делал. Вот я там встречаюсь с ребятами, они мне приходят и говорят, вот мы сейчас тебе все расскажем, нашу презентацию покажем. Я говорю, подожди, давай поговорим. Давай поговорим, расскажи про себя. Кто ты, откуда ты, что ты делал. И когда тебя смотрят, думают, ну что ты со мной тут разговариваешь про всякие непонятные вещи, когда я тебе тут принес свою презентацию, хочу тебе рассказать. Но я это делаю не потому, что мне неинтересно послушать презентацию, а потому что когда я разговариваю с человеком, я понимаю, я думаю про себя, а он может или он не может. А что он уже сделал, что показывает, что он лидер. А что он уже сделал, что показывает, что он эксперт в этом деле. А что он сделал, что там у него есть видение рынка и понимание того, куда двигаться дальше. Может ли он фокусироваться или он не может фокусироваться. Потому что когда ты предприниматель, ты делаешь очень много вещей одновременно. Когда ты большая компания, ты концентрируешься на чем-то одном и это делаешь. Но когда ты стартапер, ты должен делать все и при этом при всем сфокусироваться на чем-то одном и двигать это одно за другим. И вот как это сочетать, это непонятно. Ну и, конечно, очень важно иметь чувство юмора, потому что когда будешь падать, нужно обязательно смеяться. Одна из основных проблем, которые я вижу у предпринимателей, это то, что они как-то рассказывают про свои компании, оторвано от того, что происходит у них в их жизни. Но на самом деле инвесторы, они же люди, это все понятно. И инвестору очень важно, это человеческий фактор, очень важно услышать вашу историю. Вот что вы сделали и как вы дошли до идеи об этой компании. Например, у нас одна компания, там парень пришел и рассказал, что вот у него есть девушка, девушка делала кандидатскую. И ей нужно было переводить, то есть она записывала какие-то темы, разговоры, где-то она записывала, то есть у нее была запись. Ему нужно было эту запись перевести в текст, чтобы это сделать через нюанс, как было упомянуто. Это безумно дорого. Чтобы это делать самому, это было очень долго и неприятно. И начал думать, что же ему делать. То есть он придумал эту компанию, называется Transcribe. То есть очень понятен человеческий фактор, очень понятен, как человек дошел до этого. Мы все знаем Yahoo. Опять же, там молодой человек хотел связаться со своей девушкой, создал систему, как ему с ней переписываться. Запас, опять же, покупка обуви. То есть опять же, молодой человек для своей девушки что-то пытался найти. И много-много компаний. То есть что очень важно? Очень важно, когда вы приходите к инвестору, не пытайтесь разделять себя от компании. Пытайтесь рассказать, как же вы дошли до жизни такой. Ну, у меня уже практически не осталось времени. Я два слова скажу. Большая проблема. Компания очень часто приходит и говорит, что у нас нет конкурентов. Если у вас нет конкурентов, скорее всего, у вас не вложат деньги. Потому что иметь конкурентов – это хорошо. Это значит, что есть рынок. Это значит, что есть потенциальные клиенты и покупатели вашего продукта. Ну, я думаю, что уже… Да, еще вот очень важно. Очень часто стартаперы просят подписывать NDA. Это просто невозможно. Невозможно, потому что… Об этом будут говорить адвокаты, я вижу, сидят в аудитории. Невозможно, потому что я вижу очень много компаний в одной и той же индустрии, в одной и той же области. Если я подпишу с вами NDA, у меня могут возникнуть большие проблемы. Ну, опять же, можно много рассказывать о том, как привлечь внимание инвестора. Я бы с вами еще час разговаривала. Но вот давайте я расскажу о том, что если вы хотите обо всем об этом узнать, то есть такая конференция в долине, называется Silicon Valley Open Doors. Она будет происходить 10-11 июня в Кремниевой долине. И там будут выступления более 25 компаний. Это будет демо. Будет более 500 человек-участников. И порядка 60-70 как ангельских фондов, так и венчурных фондов, которые приходят послушать эти компании, пообщаться с ними. Вот наши… Это там только несколько человек выступающих. Тереза Гу, партнер Excel Partners. Брайан Джейкобс, один из инвесторов, ранний инвестор в Salesforce. Роберт Скоубл, очень известный блогер. Два стэнфордских профессора. Вот Илья Стрибулаев и Крис Джердес, который… Крис, кстати, будет рассказывать о самодвижущихся машинах. И много всего другого интересного. Но самое главное. Вне зависимости от того, чем вы занимаетесь, начинайте над этим работать. И тогда в вашей жизни начнут происходить настоящие чудеса. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok